Итак, можем мы немножечко пофантазировать и устроить небольшой эксперимент в рамках нашей передачи. И поэтому в нашей студии вы замечаете уже вот вторую неделю, что появляются такие люди, как, например, Константин Устьянцев, свободный лед, да и не только. Все прямые эфиры, комментарии нашего трактора он тоже озвучивает и делает это с юмором всегда. И поэтому настолько сейчас в интернете у нас взрывается наша прямая трансляция, все пишут, задают вопросы, после обязательно вернемся к ним. Ну а пока поговорим о том, что система выплат врачам сейчас изменится. Теперь будут платить не за пациентов, не за количество пациентов, а именно за смены. Каким образом она изменится, мы сейчас поговорим с нашей гостьей. Итак, с нами на связи Марина Штрахова, заместитель министра здравоохранения Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Марина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, почему все-таки нужно было изменить данную систему? Какие причины? Да, хотелось бы сказать, ранее выплаты осуществлялись также из федерального бюджета посредством постановлений Российской Федерации 415 и 484. На замену с 1 ноября и по 2021 год, включительно декабрь месяц, вышло новое постановление 1762. Соответственно, расчет выплат будет осуществляться за смены, которые работник провел по лечению с больными ковид. То есть ранее расчет осуществлялся от общей нагрузки врача, то есть какая у него нагрузка на ставку на полторы, на две. И если даже хоть в одну смену он сталкивался с больным ковид, эти выплаты он получал. Сейчас же, с учетом новшеств, которые внесены Российской Федерацией, выплаты осуществляться будут посменно. То есть в каждую смену медицинский работник, либо водитель скорой помощи, если говорить о скорой помощи, должен столкнуться с больным коронавирусной инфекцией. Данные выплаты максимальными суммами не ограничены. То есть при учете высокой нагрузки есть очень хорошая возможность заработать врачам большие деньги, чем по постановлению 484, по которому получали врачи ранее. Соответственно, суммы при большой нагрузке врачей будут больше, чем по постановлению 484, которое было ограничено максимальными суммами. Какие именно ковидные работники имеют право на получение, на отбавки? Только ли те, кто работает в красной зоне или же нет? Нет, конечно же. Все медицинские работники, которые сталкиваются с больными коронавирусной инфекцией, это амбулаторное звено, это сотрудники скорой медицинской помощи, в том числе водители, фельдшера по приему вызовов. Соответственно, новшеством является то, что в постановлении 1762 также включили патологоанатомическую службу, членов экипажей, санавиации. Очень большая, расширенная группа специалистов, имеющих право на получение. Когда именно начнет работать именно это постановление и данная схема выплат? Данная схема выплат начинает работать с 1 ноября 2020 года. То есть за ноябрь, уже в декабре до 10 числа, через фонд социального страхования, работники, имеющие право на выплаты, все их получат в полном объеме. Марина Сергеевна, скажите, пожалуйста, это будут все-таки ощутимые различия в выплатах или незначительные? При соответствующей нагрузке, а она должна быть не менее полутора-двух ставок, соответственно, размеры будут увеличены. Размеры будут увеличены. То есть, если, конечно же, работник с небольшим объемом нагрузки действительно имел право на получение по 484-му на с вами постановлению, даже хоть один раз столкнувшись с больным коронавирусной инфекцией, по новому постановлению необходимо будет работать каждую смену с коронавирусным больным. Соответственно, при этих условиях будут получены выплаты работниками. Также еще хотелось бы сказать, что региональные выплаты сохраняются. То есть, губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером принято решение о сохранении данных выплат. И все выплаты регионального характера, а это очень ощутимая поддержка для медицинских работников, будут сохранены. Спасибо вам еще раз огромное, что разъяснили нам данную ситуацию. Напомним, с нами на связи была Марина Штрахова, заместитель министра здравоохранения Челябинской области. Но мы хотели бы сейчас немножечко переключиться и подсказать, возможно, что же сделать на выходных. А что можно сделать, Кость, на выходных? Ну, как минимум отдохнуть. И, например, посмотреть. Согласен, можно посмотреть что-нибудь? Фильмы любишь смотреть? 50 на 50. Почитать больше предпочитаешь? Да. Или хоккей посмотреть? И хоккей посмотреть. У нас, кстати говоря, будет скоро поединок, поэтому мы обязательно и отдохнем, и посмотрим. В том числе и хоккей. Ну, а для любителей кинофильмов мы сейчас в нашей рубрике «Домашний кинотеатр» подобрали топчик, который на кинопоиске очень часто спрашивают, узнают, достают. Вам мы, собственно говоря, на блюдечке с голубой каемочкой готовы предоставить этот список. Это любопытно.